Увязли в поправках. Нардепы, по сути, стали заложниками своих же замечаний. Еще на прошлой неделе парламентарии приступили к рассмотрению судебной реформы. Решили, надо улучшать и вносить тысячи исправлений. Пока по каждому не пройдутся, о других законопроектах и речи быть не может. Откуда столько критики и без каких обвинений не обошлось в парламентских кулуарах? Далее в материале. Придерживаясь заявленной идеи, коалиция настроена по-реформаторски менять систему и устройство, несмотря на критику зала. Осень реформ продолжается и прекрасно не благодаря, а всуперечь действиям деструктивных сил в этом парламенте. Повестки дня, хоть и много законопроектов, но двигаться по ней на РДП не могут. А все потому, что еще на прошлой пленарной неделе начали рассматривать судебную реформу. И пока не обсудят все правки, которых больше 4 тысяч, документ нельзя ставить на окончательное голосование. На сегодняшнем порядке денному это завершение рассматривания по правам к законопроекту из комплекса неизменности судового кодекса. Парламент должен быть деться консенсусом в остаточной редакции этого законопроекта. Эта судовая реформа делается для того, чтобы людей, которые сегодня недостаточно безопасны, не допустить до правосудия. Потому что вдвече поднимаются эти расценки на судовые услуги. Людям просто это будет недоступно. По-другому, судовые процессы делаются негласными, закрытыми. И это означает, что за закиненными дверями можно делать все, что угодно. Батьковщина и самопомощь главные противники масштабного законопроекта, который вносит изменения в кодекс административного судоустройства, а также хозяйственный и гражданско-процессуальный. Именно у этих фракций больше всего замечаний. Первое и ключевое – это закрытость судов. То есть, возможность ограничивать допуск людей. Фактически, автоматический перерозподіл справ, которым до этого очень хизировалась и администрация президента, и что это будет максимально прозоро, и не будет использования в предыдущем формате. Сейчас они переводят в наповрочный режим. Это означает, что фактически можно будет этим расписанием справ фактически маніпулировать. 4,5 тысяч поправок, из которых большинство из них – это коми, какие-то получники, которые додаются до того или иного слова, говорят только о том, что каждую поправку оппозиционные фракции будут ставить на подтверждение. Никак по-другому, как саботаж работы Верховной Ради, я это не могу протрактовать. К окончании утреннего заседания нардепы рассмотрели только тысячу поправок, и все отклонили, ни одна не набрала необходимого количества голосов. А впереди еще три тысячи, на них понадобится ни одно заседание. У коалиции уже дедлайн поджимают сроки пенсионной реформы. Пенсионная реформа должна быть принята до первого жеветнего. И это вопрос не только наших обязанностей перед МВФ, это обязанностей перед украинскими пенсионерами. Мы хотим, чтобы украинский пенсионер получил подвышение пенсии уже с первого жеветнего. Как вписаться в график, пока не ясно. Вместе с обсуждениями пенсионной реформы начнутся и бюджетные баталии. На пятницу запланировано кабминовское представление государственной сметы. Только вчера, где-то после обеда, появился проект бюджета на сайте Верховной Ради. До комитета он должен сегодня надойти физически, до бюджетного комитета. И планируется его представление на пятницу в Верховной Раде. Это такой график расследования. На самом деле, сейчас нужно будет его очень детально проанализовать, потому что все, что мы знали до этого момента про бюджет, это только слайды. Вже сейчас понятно, что будет очередное шахрайство, то есть будут краситься деньги в громад, потому что планируется, чтобы пильги, которые всегда были обязаны государственным бюджетом, за коммунальные послуги, и были перекладаны сейчас на местные бюджеты. Мы имеем предыдущие цифры. Вже понятно, что снова увеличиваются витрати на силовой блок. Два раза увеличиваются витрати на прокуратуру. На 20% увеличиваются витрати на полицию с 60 млрд до 80 млрд. Еще больше увеличиваются витрати на охрану границ, кордонах, больше на администрацию президента, на Верховную Раду. То есть все те ошибки, которые были закладаны в минулом бюджете, они перекочевали в свой бюджет. И где створение полицейской державы и с бедным населением? Но, учитывая посещаемость, уже можно прогнозировать, на представлении бюджета в Раде будут далеко не все. По пятницам обычно депутаты парламент прогуливают. Да и сегодня, как оказалось, полупустой зал правки все в той же судебной реформе рассматривали от силы треть нардепов. Спикер рассчитывает, что все же дожмут до пятницы и не исключает депутатский ночной дозор. Впрочем, к работе по ночам нардепам не привыкать.